Привет, вы на канале Android News Pro. Меня зовут Дима. Сегодня видео, тема насчет платной музыки ВКонтакте. Сейчас очень часто стали появляться новости о том, что музыка ВКонтакте может стать платной. То есть, чтобы пользоваться музыкой, придется платить какую-то оплату каждый месяц. Ну, это так. Я вчера лазил на Оукернете, смотрел разные новости. Ну, правда, я вам сейчас эту новость не могу показать. Вы можете просто ввести в Google платную музыку ВКонтакте. Вам там покажут очень много сайтов, на которых есть доводы, которые типа могут сказать, что она будет платная. Но, так как я всегда вам преподношу правду, хочу вам рассказать о том, как эта ситуация может быть на самом деле осуществлена. Во-первых, администрация ВКонтакте не будет делать музыку платной. Во-вторых, правообладатели, они как и жалуются, так и будут жаловаться на то, что ВКонтакте разрешат своим пользователям загружать свои композиции без их разрешения. ВКонтакте за это никого не банят, ну, почти никого не банят. Если уж правообладатель такой сильный и пожалуются, то да, некоторые композиции они удаляют. Но администрация ВКонтакте не будет делать музыку платной. Я еще раз повторяюсь. Администрация сама решает, как можно монетизировать музыку. Да, такие действия будут еще впереди, но пока их нету и пока нам не о чем беспокоиться. Если вы смотрели такую новость и у вас есть какие-то доводы, тогда им просто напишите в комментариях. Я посмотрю, может быть, вы что-то не знаете. Тогда я могу вам дать ссылку на определенный сайт, на котором все это показывается в правильном цвете. На этом, думаю, закончить. Если вам понравилось это видео, это было простое информационное видео, чтобы некоторые такие джулики не распространяли фейки по интернету. Ну, простите, что у меня язык заплетается. Не часто делаю такие видео. На этом все. С вами был Дима. Вы смотрели это видео на канале Android News Pro. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok